Николай Александрович, сейчас мы продолжаем следить за судьбой осужденного Бурбина и осужденного Полуянова. Недавно мы посещали колонию в Пугачеве. Вот что можно сейчас сказать по Бурбину? Вообще, каковы шансы в связи с заворачивающимися событиями на оправдание, на изменение приговора, возможности выхода на свободу, и было ли подобное то, что происходит сейчас в вашей практике, в вашей юридической практике? Если говорить по справедливости и по закону, то шансы должны быть стопроцентные на отмену приговора, потому что единственное, что положено в основу обвинения Бурбина, это показания свидетелей. Сейчас свидетели в присутствии прокурора, письменно, под видеокамеры, отказались от своих показаний, и сказали, что их били, и принуждали к этому. Поэтому, если идти по закону и по справедливости, приговор должен быть пересмотрен и отменен. А по практике такое бывает крайне редко. На вскидку практику не знаю, но я думаю, что это один из сотни тысяч случаев. В области подобный случай я слышал по одному из чиновников, по-моему, Ростехнадзора, по фамилии Полях. Бился он за пересмотр очень долго. Очень долго, 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 но добился этого. Поэтому, конечно, Максиму предстоит нелегкий путь, но мы все будем ему в этом помогать. Что касается Максима Полуянова. Фактически человек признался, как вы уже сказали, под камерой, что он совершил так называемый оговор. Это тоже преследует со стороны закон. Какова, возможно, дальнейшая его судьба? Что с ним будет? Да, это уголовно наказуемая статья, но нужно учесть, что оговор сделан под воздействием насилия. И Максим об этом сказал под видеокамерой тоже, что несколько недель его били в камере и заставляли подписать соглашение сделку со следствием. После этого от него отстали. Он долго не приходил к этому решению, подписать такую сделку. Ему было очень некомфортно это делать, ну вот по совести. Но физическое насилие сыграло свою роль. Поэтому я думаю, что если будет возбуждено уголовное дело в отношении его по этой статье, ложные показания, то, безусловно, будет учтено то, что он делает, это не самостоятельно. Я думаю, что мы будем следить перед судьбой обоих Максимов. И Максима Борбина, и Максима Полуянова. И не оставим их, не бросим. Андрей Геннадьевич, есть ли в планах у Федерации бокса Саратовской области на фоне переломного момента судьбы Максима Борбина вы стеснете обращение в адрес региональной прокуратуры? Да, я думаю, не просто. Мы однозначно это сделаем. Я беседовал с нашим президентом, и Олегом Константиновичем Комаров тоже готов к обращению в прокуратуру по поводу той ситуации с нашим боксером однозначно обратиться и попросить более тщательно и более внимательно обратить внимание на это дело. И он неплохой спортсмен был. Это очень жаль, конечно, что такое произошло. Но как спортсмен, если брать вообще город Балашов, он очень хороший боксер. Именно если брать Балашов, это очень хорошее. Он защищал интересы Саратовской области. Андрей Геннадьевич, Ваше экспертное мнение. Вот зачастую те, кто занимается такими вот бойцовскими, да, видами спорта, часто становятся участниками каких-то событий, ситуаций, многие из которых заканчиваются общими с правоохранительными органами, в том числе и лишением свободы. С чем это может быть связано? Мы для чего как бы зовем детей заниматься боксом, заниматься там борьбой, чтобы прежде всего мальчик, молодой человек становился мужчиной, чтобы он чувствовал в себе уверенность, чувствовал в себе силу. Поэтому мы их реально этому учим. Это нормально, это так и должно быть, это сила, это мужество. И когда человек может за себя постоять, у него появляется уверенность. И это неплохо, это хорошо. Люди, у которых этой уверенности нет, получается здесь вот эта конфликтная ситуация. Человек может за себя постоять, кто-то не может за себя постоять, либо начинает, как вот в данной ситуации, я думаю, наверное, не очень корректные методы сведения счетов. Поэтому мое мнение, что те, кто занимается спортом, мы не только стать единоборствами, они, это чуть-чуть другие люди, они умеют бороться, это очень важно. Я скажу так, вот у ребят, которые подошли к определенному результату в боксе или там в других единоборствах, в боксе в особенности, это занятие вот такими вещами, как наркотики, алкоголь, это не модно, вот я скажу так тонко, не модно. А на самом деле это, вот в кругу боксеров это считается очень плохо. Могу сказать, что там, наверное, в семье не без урода, но 99,9% людей, спортсменов, это не просто плохо, это отвратительно. Мы к этому отношения не имеем.